Всем привет! С вами Ольга, канал Буга-Арт. И сегодня мы продолжаем с вами делать девочку Тедди. Хочу сказать, что у меня случилась небольшая такая заминочка в том, что я сделала немножечко её большой, переборщила, сделала немножко длинное тело и ножки. Поэтому я их, когда они подсохли у меня, я их просто сверху подрезала вот здесь. Вот. И тело немножечко подрезало. Оно у меня было круглее, здесь я подрезала просто и снова залепила ваткой и отшкурила. Вот. Сделала отверстие шилом для ножек. Смотрите, я сначала сделала посередине и получилось так, что она как будто наклонена вот так. Вот. Если вот так вот. А мне хотелось, чтобы она немножечко вот в такой позе была. Вот так вот. Вот. И давайте продолжим. Будем сегодня делать ей сандалики, приклеивать ножки, собирать. У меня картон ватный. Это диск. Ватный я его промазала заранее и высушилась. У меня кусочек оставался от чего-то. От этой, по-моему, подошвы. Ну, что-то я делала. Не важно. Так. И вот я что делаю. Я прикладываю ножку и обвожу простым карандашом. Так. И получилась у меня вот такая вот заготовочка. Я её вырезаю. И теперь нужно будет сделать ещё каблучок для сандалика. Сейчас я посмотрю. Пока вырезаю вот так. Приблизительно по контуру. Можно эту ножку, можно эту. Не важно. Так вот приставляю. И вот здесь вот я, когда обвожу по контуру, приставляю ножку, немножечко неудобно. Я вот здесь немножечко делаю такую, как выемка такая, да, будет, чтобы немножечко криволапость нашей мишке придать такую детскую детскость. Вот. И теперь нормально. И точно так же я беру второй кусочек и обвожу уже по готовой заготовочке. Вот. И вырезаю я по внутренней части нашего контура, чтобы они были одинаковые. Если я буду вырезать по самому контуру, то одна лапка будет немножечко больше. Визуально может это не будет так бросаться в глаза, но всё равно она будет больше. Поэтому я вырезаю внутри контура аккуратненько здесь уже всё делаю. Это уже такая заготовочка должна быть аккуратная. Вот. Теперь я их вместе ещё вот так соединяю и смотрю, чтобы они были... Вот видите, они абсолютно одинаковые. Вот. Теперь ставлю их одну левую, одну правую. И смотрю, всё ли меня устраивает. Вот. Всё меня устраивает. Здесь всё чуть-чуть некрасиво получилось. Я подровняю слегка. Так. Вот что у нас получается. Теперь я возьму второй кусочек ваты. У меня он уже отрезанный. Здесь ровненько. Я приставляю вот так вот. Примерно как будет каблучок. И обвожу. Карандашик моего обвела. И вот теперь даже можно было бы чуть-чуть побольше взять. Так вот. Сейчас объясню, для чего чуть-чуть побольше я взяла. Вот. И вот эту вот заготовку вырезаю. Пока примерно вырезаю. Даже если она чуть-чуть за контур, ничего страшного. Когда мы приклеим это всё, мы потом подровняем. Вот. И теперь вот здесь вот я хочу сделать чуть-чуть. Вот так вот немножечко вырежу вовнутрь. Чуть-чуть такой вот рельеф такой будет у нас. Вот. Теперь я её... Смотрю. Всё меня устраивает. Я всё лишнее потом по контуру обрежу. И теперь мне нужно вырезать точно такую же заготовочку. Точно такую же вторую. Я её переворачиваю теперь вот так, чтобы она была одинаковая. Одна левая, одна правая. И точно так же её обвожу. Вот так и вырезаю. Так. И вырезаю. Немножечко здесь. Здесь по контуру мне пока не важно. Я примерно вырезаю. Главное, чтобы здесь было чётко. Так, теперь я их смотрю. Видите, они пока разные. Ну, у меня ничего здесь сложного нет. Ничего не пугает, ничего страшного. Теперь мне нужно это приклеить. Я их кладу таким образом, чтобы была левая и правая. И теперь смотрю, одна у меня левая получилась, одна правая заготовочка. По карандашу. Карандашом вверх, потому что я уже обозначила, что одна левая, одна правая, чтобы они были одинаковые. Вот, теперь у меня клей ПВА. Я просто смазываю каблучок или низ подошвы, неважно. И приклеиваю. Пусть немножечко она у меня выходит за пределы, чтобы я могла сравнять вместе с каблучком, потом подошву подрезать. Вот одна. И вторая. Клей у меня загустел в крышке, поэтому сейчас очень достаточно быстро склеится. Так, пока не приклеиваю, просто прикладываю и смотрю, чтобы они были у меня одинаковые. Немножечко подправляю. Так, чтобы вам видно было. И теперь я их... Ой, съехала немножко. Теперь я их просто приклеиваю. Ну, здесь еще подправлю. Самое главное, чтобы вот эти вот расстояния, чтобы было одинаково. Вот, все, и... Сейчас она у меня съезжает. Так, и теперь я... Все лишнее... Немножечко подрежу. Немножечко подрежу. Одну. И вторую. Все лишнее срезаю. Тоже так приблизительно пока. Так, сейчас я все это здесь закрою и уберу. Так, смотрю, все одинаково. И теперь... Что нужно сделать? Можно взять любую пилочку, можно взять любую наждачку. И когда высохнет, вот здесь вот все аккуратненько... Я подшкуриваю. Ну, оно еще у меня не высохло. Немножечко от клея осталось такой влажной. Уже можно... Ну, вы подождите, конечно, когда это все подсохнет. И затем уже... Можно подшкурить все. Вот, отшлифовала. И они у меня получились теперь... Две подошвы одинаково ровненькие. Одна и вторая. И вот теперь я снова беру клей ПВА и буду уже наклеивать на ножку. Так, хорошенько промазала. Смотрю, какая у меня левая, которая правая. И каблучком вверх, конечно, я это все сейчас приклею. Так, хорошо прижму. Клей уже схватился. Чтобы везде одинаково выступала. Видите, подошва, чтобы везде одинаково примерно было выступ. Чтобы потом, когда мы будем формировать уже туфельку, везде одинаково. Оно должно все быть ровненько, аккуратненько. Так, одна подошва и то же самое проделываю со второй. Да, здесь у меня уже клей такой где-то скомковался. Но ничего, все это приклеится. Вот. Промазываю все. И точно так же каблучком вверх прикладываю. Смотрю, чтобы везде было одинаково. Такой способ он не даст вам сделать туфельку одну больше, одну меньше. Потому что здесь подошва служит как ограничителем, ориентиром. Где, как, чего, сколько нужно будет добавлять. Так, все. Клей закрываю пока. И теперь я возьму ватку льняную. И у меня есть кисточка. Я всегда работаю, я уже рассказывала. У меня есть одна кисточка побольше. И вторая вот такая поменьше. Мои старенькие, но надежные друзья. Мои кисточки. Так, чтобы было все видно. И картинку, и как я работаю руками. Так, теперь, смотрите, я беру и заполняю туда клейстер. Самое главное дать высохнуть хорошо. И чтобы потом подошва не отошла в ненужных местах. Ну, вообще не должна отойти, по идее. Нежелательно. И теперь такими маленькими, тоненькими частицами я буду заполнять то, что осталось там пустотой. Пустоты вот эти. Не выходя за границы. Вот это и вот подошва нашего, как ограничителя. И здесь объем мне уже такой не нужен. Мне нужно просто заполнить. Сейчас я возьму стек. Можно стеком вот так аккуратненько все туда завести в эти пустоты. Вот лишний клейстер у меня выходит. И я его убираю, он мне нужен. Но смотрите еще такой момент, чтобы подошва все-таки была разделена от туфельки. Чтобы это не было вот таким монолитом. Потому что это подошва и мы должны вот так вот немножечко отделить и показать таким образом, что это подошва. Так, и здесь тоже немножечко смазываю. Потому что там у нас внутри клейстер уже есть. Здесь только сверху приглаживаю. Все, что здесь повылезало лишнее, если оно есть у вас, допустим, потом при высыхании опять можно просто отшлифовать наждачкой. Все лишнее снять. Но вот здесь-то вот эту бороздку, отделяющую подошву от самой туфельки, нужно, конечно, обозначить. Так, и здесь немножечко еще смазываю. Вот эти все ворсинки тоже, если они есть, их можно оставить, пригладить и потом отшлифовать, когда клейстером все приклеится. Здесь вот пяточка вот так вот я ее немножечко скругляю. Так, и вот здесь, видите, еще пустоты у меня. Я тоже туда сейчас должна внедрить кусочек ватки. Здесь совсем немного требуется, но это нужно сделать. и... Все хорошо здесь пригладила снова. Здесь-то еще вижу суховато. Суховато, суховато. Вот. Можно, да, чуть-чуть еще подсохнуть и потом снова пройтись стеком. обозначить все... Все места, которые нужно продавить, да. Уже когда чуть подсохнет, можно это сделать. Немножечко... Ой, кусочек большой взял. Набрался на кисточку. Вот так. И теперь смотрю вот так вот хорошенечко везде продавливаю. И так как у меня вата, вот этот ватный диск картон, он у меня очень тонкий, я делаю немножечко потолще подошву. Это... Вот этот картон ватный, он просто служит нам как основой. А потом мы уже сами смотрим и видим, какой толщины можно обозначить подошву. Чтобы она совсем тоненькой не была. Такая все-таки это... Это же туфелька, а не ткань. Вот. Вот. И получается... Вот такая вот у нас подошва. Так, все, что лишнее, потом можно подшкурить. Все. И теперь я еще раз все хорошо промазываю. И когда уже она у меня подсохнет, я еще раз сделаю, обозначу рельеф. Так, вот такая подошва получилась. У нас маленький каблучочек такой. Ну, как детские туфельки. Вот. И теперь нам нужно сделать... Обозначить туфельку вверх и сделать рельеф. Такую... Такую вот... Как она называется? Не хлястикая. Такие раньше были застежки. Я не знаю, как они называются. Не помню. А можно это сделать с карандашом, обозначить, да? Чтобы мы понимали, где наращивать. Для тех, кто начал делать игрушки недавно, можно обозначить карандашом. Ну, чтобы у вас был ориентир такой. Здесь по мокрому не хочет она и карандаш не рисует, но приблизительно обозначила. И теперь это место, вот там, где я обозначила, я пройдусь немножечко клейстером. Так. И... Теперь я возьму вату. Очень тоненькие такие кусочки. Прям... Прям очень-очень тонкие. И... Примерно там, где я обозначила, я туда накладываю эту вату. Сейчас я ее приглажу сначала. Проклею все. Везде. По всей окружности. Где мне нужно будет обозначить это все. Если вдруг сделали слишком большую, объемную слишком туфельку, не переживайте. Как я уже сказала, все это, когда высохнет, можно отрегулировать, отшлифовать. Я вот так пока это все промазываю. И накладываю еще. Ничего не бойтесь, потому что здесь на любом этапе в одной игрушке можно все исправить. Вот пока это вот так выглядит. И теперь я стеком беру и до самого карандаша, где я обозначила, вот так вот я начинаю сделать такую... чтобы формировать такую границу туфельки. И вот так вот еще немножечко туда подворачиваю ватку и приглаживаю. Потому что когда льняная вата высыхает, кто работает с льняной ватой, знает, что при высыхании она становится... Если это тоненький слой, она становится еще тоньше. Пока она мокрая, выглядит это как будто бы еще объемная такая. Но она дает очень сильную усадку. И поэтому мы... Я подворачиваю, чтобы границы туфельки были более ярко выражены, потолще такие же. Конечно, подразумевается, что это все-таки туфелька из какого-то плотного материала кожи или кожезаменитель или еще что-то. Ну, что это туфелька именно. И потихонечку... Здесь у меня сухо. Я еще смазываю. И вот так по всей ножке. Аккуратненько прохожусь. Вот здесь, видите, немножечко оно оттопыривается. Это тоже не страшно. Все это потом при высыхании все это подравняется наждачкой. Здесь у меня уже подсохло, пока я делала там. Можно вообще пропустить этот момент. Просто приклеить вот так подошву. Здесь все подровнять. И потом просто нарисовать туфельку просто краской акриловой при росписи. Можно нарисовать просто туфельку. Все-таки это ватная игрушка. Это не какая-то там скульптура или какая-то кукла художественная. Это ватная игрушка на елку, поэтому имеет место быть и такой вариант тоже. Почему нет? Так же, как мы делали овечки, делали сапожки. Там просто нарисовано и все. И очень хорошо, мило смотрится. Поэтому выбирать вам. Сейчас я еще раз промажу. Хорошо она у меня подсыхает. Здесь потом нужно будет все подправить. Вот. И теперь мне нужен будет такой вот опять ватный картофель. и я примерно сейчас отрежу сразу, чтобы было на две ножки. Здесь делаю ровно. Сейчас я его примерю, чтобы он... И примерно вот так вот я отрезаю. На две ножки мне не хватает. Вот. И один конец я скругляю. Вот так вот кончики немножечко я подрезаю. Все. Теперь я ее промазываю. Можно водичкой смазать, чтобы она стала эластичная. Вот. Чтобы, видите, она размокает немножко и становится эластичной. Теперь просто этот хлястик я его приклею. Теперь смазываю клейстером уже. Вот он такой эластичный, без заломов получается. И вот. Один сюда и один вот сюда. Немножечко подправлю. Можно на клей ПВА сразу приклеить. Так будет быстрее и легче. Ну, когда уже подсохнет. Вот. Сейчас я... Ой, прилипла водка. Возьму стек. Вот. 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 Такое вот углубление как будто бы... Как будто там пуговичка. Вот. 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 И с этой стороны просто приклеиваю, не надавливая. Вот. 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 И потом при росписи уже это всё будет... Немножечко отходит здесь. И я всё-таки возьму немножко ПВА. И подклею там ПВАшкой клей ПВА. У меня очень хороший он. Уже подсол, густой, но он зато быстро склеивает. А вот он моментально мне всё склеил. Вот, собственно, и получилась у нас ножка с туфелькой. И вторую ножку вы уже сами сделаете, я думаю. Вот. Будет то же самое. И затем... Я вклеить должна эту ножку. Ну, обе должна вклеить, но когда они обе будут готовы. Поэтому я вам, как говорила парню, я все буду показывать по одному. По одной, потому что вы уже там просто справитесь самостоятельно. Сюда прям клей ПВА вот так вот. Завожу и самое главное, чтобы не сломалась поволочка у меня, моих манипуляций. И вот так прям очень хорошо туда... Так, завожу. Вот. И немножечко вовнутрь, чтобы лапки у неё... Наши руконожки, то есть... Лапконожки. Руколапки. Руконожки. Руконожки. Вот так вот. Немножечко они должны быть вовнутрь. У неё немножечко будет косолапость такая у девочки. Ну, и как у мальчика то же самое, видите, у него... Я тоже ему сделала. Но у него немножечко ножки кривоватенькие, а у неё прямые, ну, такие косолапенькие вовнутрь. Вот. И теперь я пока эту ножку вытащу. Теперь, когда это всё склеится... Ну, просто... Сейчас я закрою клей. Извините. Теперь просто нужно взять и заполнить это всё, да нарастить. Вот. С помощью ватки соединить. И я точно так же буду это всё делать с помощью ваты и крейстер. Так, я сейчас посмотрю опять, попадаю я в размер или нет, чтобы она не была высокая. Да, вот они у меня сейчас по размеру совпадают. А то она у меня получилась такая стройная, высокая и мне пришлось просто по сухой вате отрезать лишнее и всё. Это всё очень легко исправляется на самом деле. Мне частенько бывает, когда я сижу, наращиваю, наращиваю, с вами разговариваю или сама как-то... И потом смотрю всё, перебор. По размеру не сверяю. Мне всё так задумываюсь, куда-то в себя ухожу и получается переборчик. Ну, я с этим легко справляюсь с помощью канцелярского ножа. Самое главное, чтобы, конечно, дать ей лучше подсохнуть, чтобы она уже сидела крепко там. Вот, и начинаю потихонечку соединять. Главное её не вытащить оттуда. Так, и теперь я немножечко хотела вот так тело её выгнуть назад чуть-чуть. Ну, вот, чтобы она вот так вот стояла. И теперь приглаживаю всё. Вот теперь, после того, как я всё это заполню... Сейчас я это всё заполню. Ну, вот там, чтобы тоже не было пустот внутри. Ну, хотя там не... Всё равно держаться будет. Просто, когда вата высохнет, она может туда провалиться. И если у вас такое, например, случилось, что просто сверху ещё раз как-то высохнет, просто ещё нарастить, выровнять и всё будет как надо. Можно немножечко туда клейстера ещё добавить. И вот так вот хорошо стэком всё туда уплотнить. Так, теперь нужно набрать объём. То есть соединить полностью лапку и заднюю часть. Ой, много взяла. Так, сейчас я немножечко смочу руки и... Вытру их так, чтобы они были у меня чистые. Вот теперь начинаю вот здесь вот. Как будто бы соединение должно быть такое плавное. Не так, как будто бы мы только что ногу приклеили, и вот она так и осталась. А нам нужно это всё сделать более плавным, чтобы это выглядело естественно более-менее. Вот. И ещё возьму ватку. И начинаю набирать объём. Девочки, которые спрашивают, вы меня спрашивали очень многие по поводу, будет ли продолжение мастер-класса «Мой любимый Мишка», где мы сделали уже девочку, Мишку, но мы её не одели. Девочки, будет продолжение, но когда, я вам не могу сказать, к сожалению. Как я уже говорила, у меня ремонт, и у меня очень много важных дел, которые я просто не могу достать из коробки. У меня всё упаковано. Это невозможно на данном этапе. Ремонт у меня очень сильно затянулся, поэтому я не могу сказать, когда мы будем делать. Но делать будем, и я сниму отдельное видео, когда объявлю, что мы будем продолжать. Прошу прощения за это, но, к сожалению, мы планируем, но жизнь, иногда наши планы препятствуют осуществлению всех планов. Поэтому это жизнь, и я знаю, что вы понимаете, о чём я говорю, что жизнь иногда диктует свои условия. Мы планируем одно, а происходит другое. Поэтому как-то вот так пока всё это будет происходить. Так, теперь наращиваю с этой стороны точно так же. Присоединяем ножку. Вот, чтобы она срослась с телом у нас нашего мишки, нашей девочки. Вот ещё вот сюда, видите, не хватает. И вот вы тоже смотрите, где у вас не хватает объёма, и потихонечку набирайте. Всем огромное спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я, к сожалению, не имею возможности написать, ответить всем. Это просто невозможно по времени сейчас. Но я всё читаю, я всё вижу. Вам огромное спасибо за ваше неравнодушие, за ваше участие. Я счастливый человек, что у меня есть такие подписчики, которые пишут мне такие отзывы. И те, кто действительно любит творчество и делает вместе со мной. И даже не просто, даже не только те, кто делает, а просто даже те, кто смотрит, наблюдает за тем, что я делаю. Я вам очень благодарна. И я рада, что вы со мной. Спасибо вам огромное. И вот, мои дорогие. Вот я бы здесь вот немножечко ещё съехала. Я хочу вот так вот ещё чуть-чуть придавить. Потому что, когда начинаю вату туда запихивать, она выталкивает объём. И, видите, получается, я делаю задумку у меня одна. А из-за того, что я делаю такие манипуляции, вата разжимается и делает своё дело. Поэтому, моя задача, главное, заставить вату в такое положение принимать, которое нужно мне, а не которое нужно вате. Чтобы она меня слушалась. Вот так вот я смотрю, вот видите, как получается. Вот так вот она уже срастается. Конечно, когда мне нужно дать, мне нужно, чтобы она подсохла, чтобы я могла её потом продолжить выравнивать. Потому что сейчас, на этом этапе, она мне просто не позволит этого сделать. Вот. Мне нужно дать ей высохнуть. И, как только она высохнет, я её ещё раз подровняю. Я попробую сейчас вам показать, до какой степени я её буду уравнять. Чтобы... Ну, уже как бы можно... Ну, уже неплохо. Но здесь я вот вижу, вот здесь мне хочется ещё, вот в этом месте, добавить. Чтобы прям вот такая... Всё-таки мы же подразумеваем, что это сшитый медвежонок. Да, такой он хоть и такой полумультяшный, полуоживший такой с характером. Но... Всё равно... Как-то хочется, чтобы вот здесь это были более такие плавные черты. Плавные такие объёмочки. Линии... Как правильно ещё назвать? Вообще, всё перебрало. Все... Всевозможные подходящие слова. Вот и... Вот так соединяю. Их между собой. Ещё под платьишком нашей девочки будет... Юбочка. Ой, юбочка, говорю... Трусик. Я хотела сначала сделать ей такую объёмную юбочку, подъюбник из гофрированной бумаги. Но у меня она упакована где-то очень далеко, глубоко. Мне её просто невозможно найти. Ехать мне в специальный магазин, за неё неохота. И я решила, что я просто ей сделаю тогда трусики. Вообще, мне хотелось просто ей сделать из крэп-бумаги гофрированной, такую юбочку, которую я уже делала, не помню, в каком-то мастер-классе. Делала девочке юбочку, по-моему. Или собиралась делать, не помню точно. Знаю точно, что кому-то делала, но не знаю, показывала ли я вам или нет. И поэтому хотела показать. Может быть, я съезжу за этой бумагой специально, чтобы показать вам эту юбочку, подъюбник, как делается. Мне очень нравится такой эффект из гофробумаги. Она такая получается пышная, хрустящая такая. И очень приятный такой шелест от неё. И тактильно она очень приятная. Поэтому, наверное, я не поленюсь и поеду за такой бумагой. Съезжу, покажу вам. Трусики сделать легко, кто хочет, у кого нет такой бумаги. А я всё-таки, наверное, не поленюсь и сделаю вам, покажу, как я это буду делать. Ну и, конечно, под такую юбочку нет смысла делать трусики, потому что там всё будет закрыто и лишний объём не нужен будет. А такая юбочка придаст очень большой объём и пышность такую необыкновенную. Поэтому я всё-таки сделаю, наверное, покажу вам. Вот. И здесь ещё немножечко. Вот. И на этом этапе... Сейчас я доращу. И вот на этом этапе я... Отправлю это всё сушиться. Доделаю вторую ножку, присоединю. Ручки я буду делать, руколапки в самую последнюю... Ну, не в самую последнюю очередь, а когда я уже сделаю платьишко. Вот. Тогда будет... Я всегда так делаю, кто знает со мной, кто давно, я всегда делаю детальки отдельно, потом их присоединяю, потому что я привыкла так, мне так удобно, потому что я делаю куклы и у меня такой уже привычка такая. Так. Ну, вот теперь всё. Сейчас я посмотрю, чтобы они со второй лапкой... Немножко, чтобы... Немножко, чтобы... Были одинаковые. Я извиняюсь, я не отключила телефон. Руками такими я не могу прикоснуться. Он у меня... Поэтому... Вот. Немножечко. Нужно будет повернуть вот так вот. Вот. Ну, вот. Вот такая вот у меня получается. Девочка. Вот. Вот. И вторую... Вот она сейчас у меня высохнет, я доделаю вторую ножку, присоединю и уже... Можно будет её потихонечку наряжать. Вот. Я отправляю сушиться, доделаю это всё и вернусь к вам и мы будем продолжать делать нашу девочку. Так. И давайте продолжим. Я присоединила вторую ножку, доделаю её. Вот. И поставила её немножечко в такое положение. Вот. Как она у меня встала вот так вот. Немножечко туда-назад ушла. И мне так показалось более таким милым. Такая поза. И я её так и оставила. Не забывайте, что вы можете и прямо сделать, как у Мишки, голову немножечко в сторону смотрящим. Вот. А я, как на картинке, сделала слегка наклон головы, девочки. И что мы делаем дальше? Она у меня высохла, заготовочка. Заготовки рук у меня есть. И на этом этапе я хочу её полностью затонировать сразу. Так как я решила делать юбочку из скреп-бумаги, потом, когда мы приклеим уже юбочку сюда, подъёмник вот этот белый, очень будет сложно потом, почти невозможно, не запачкав юбку, потом раскрасить там. Поэтому на этом этапе я буду тонировать полностью. Я взяла тёмно-коричневый цвет. Теперь вот такой горчичный цвет. Или он ещё называется античный золотой. у нас здесь и добавляю немножко его. Так, сейчас я буду размешивать и смотреть, какой будет цвет. Вот он такой немножко желтоватый. Желтовато-коричневый такой. Сейчас я подвину, чтобы он было видно. Слишком тёмным я не буду тонировать. Таким цветом, который мне уже нужен будет. Так, и добавлю сюда маленькую-маленькую капельку красного. Не хочет краска добавляться. Сейчас я постепенно буду вмешивать и смотреть, какой будет цвет. Потихонечку вмешиваю. Вот такой вот. Наверное, немножечко ещё красного сейчас я посмотрю. Не забывайте, что акриловая краска, у меня акриловая, при высыхании всегда темнеет. Поэтому, когда мы смотрим её размешиваем в сыром виде, имейте в виду, что она будет темнее. Так, вот такой вот цвет примерно. Я думаю, что я ещё капельку красного возьму. Вот такой вот цвет меня устроит. Потом мы будем уже выбеливать, что-то затемнять. Но пока за основу я беру вот такой вот цвет. Да, вот такой вот цвет меня вполне устраивает для тонировки. и начинаю полностью везде всё хорошенечко закрашивать. Прям всего мишку. Не боимся ничего. Это всего лишь тонировка. Самое главное везде хорошо всё прокрасить. У меня здесь ещё частицы красного не растворились. Я их сейчас растворю. Видите, вот здесь высыхает, уже темнеет, а здесь ещё светлые. Поэтому имейте в виду, потому что многие уже не дождались окончания мастер-класса. Расписали, сделали мишку и очень, ну не у многих, но у некоторых получился мишка очень тёмный. Прям совсем тёмный. Поэтому без высветлений, без акцентов, без светотеней получились мишки. Я, к сожалению, быстрее не могу выходить чаще в эфир. Поэтому я понимаю, что многие просто уже не втерпевши было доделать. Но на любом этапе можно всегда доделать, подтонировать, исправить всегда можно на любом этапе. Вот, поэтому полностью его всего тонирую. Главное, чтобы хватило краски. Сейчас немножечко добавлю водички. Вот, и не боюсь прям, главное, картинку не запачкать. Вот, сейчас я приберу, здесь это пока всё. И полностью всего его закрасить. Здесь особенно хорошо прокрашивайте. Потому что здесь будет уже подъемник. Кто будет делать со мной вместе искреп бумаги, здесь уже потом не подобраться. Если здесь открытые части ещё можно будет как-то доработать, то здесь уже будет сложно. Полностью всё закрашиваю туфельки и всё это потом будем дорабатывать. Так, мне не хватило краски и не хватит уже. Сейчас я его пока отставлю вот так. Так, и ещё, ещё раз попробую попасть в тон. Немножко коричневый, немножко горчичный. Чуть-чуть водички макну и немножко красный. Вот так. И сейчас пробуем полностью всё попасть в цвет. Немножечко желтоватый. Я должна добавить ещё капельку красного. Так, и немножко постепенно вот так вот добавляю. Почти. Чуть-чуть ещё красного немножко не хватает. Вот. Хорошенько его помешаю туда. Ну, примерно. Чуть-чуть ещё красного не хватает. Прямо желтит немножко. Поэтому сразу намешивайте краску так, чтобы хватило, чтобы потом можно было попасть. Ну, сейчас нормально. И хорошенечко всё везде прокрашиваю. Здесь ножки ещё раз прокрашиваю, чтобы цвет соединился. Тот, который я вмешала и который новый размешала, чтобы потом они не были разного цвета. Немножечко капельку водички. Ещё раз хорошо промешиваю и всё полностью во все углубления. Захожу кисточкой тщательно. Так, а теперь я сниму лишнюю краску и ещё раз хорошо всё прокрашиваю. Прокрашиваю, но чтобы краска не затекала, чтобы её не было потёками такими, а чтобы просто всё равномерно прокрасилось. Так, ну и здесь ещё такой шоколадный получился. Медвежонок получился шоколадный у нас. Ну вот. Самое главное, что во всех углублениях, чтобы краска зашла. Всё. И оставляю полностью его высыхать. И то же самое делаю с ручками. Ручки обязательно тоже нужно тем же цветом протонировать. Ручки мы будем крепить потом. Я буду, по крайней мере, после того, как высохнет у меня платье, которое я буду делать после того, как я её одену. Я буду крепить руки на руко-лапочки наши. Так, одна. И вторая. Хорошо прям втираю, чтобы не было белых просветов. Вот так. Вот. Всё. И в таком положении, теперь он вот такой вот у нас шоколадненький, нужно его хорошенечко высушить. заготовку. Вот сейчас вот высыхает, я вижу, где-то есть непрокрасы. И я докрашиваю ещё. Самое главное, это низ. Чтобы потом мы не запачкали нашу белоснежную юбочку. Так. Всё. Теперь я отправляю это сушиться. Пока наши детальки, мишки сохнут, мы займёмся с вами юбочкой, чтобы мне времени не тратить зря. Вот. У меня вот такая вот крем-бумага, девочки. Она продаётся в рулоне для тех, кто живёт в Америке, в любом творческом магазине Хаби Лаби или Майклс. И вот там можно приобрести такую бумагу. Вот. Я надела, вдела ниточку белую в иголку и просто теперь буду собирать на ниточку юбочку, под юбник и делать складки. Здесь всё просто, но всё равно главное не порвать. Всё равно я хочу вам показать это всё. Тоже посидеть. Нужно аккуратненько вот так вот пособирать. И собираю я столько, чтобы я могла обхватить талию в два раза. То есть в два слоя будет эта юбочка у меня. Иногда я делаю в три слоя для того, чтобы она была пышнее. Вот когда я её собираю вот здесь, я её вот так вот приминаю. И вот здесь выпрямляю. И немножечко так её складками собираю, чтобы она... Потом, когда мы сделаем юбку, чтобы она не топорщилась, как у балерины, а была именно такой воздушной и многослойной. В перчатках делать это не совсем удобно, но возможно. Я пока, как я уже говорила, буду снимать видео в перчатках. Вот здесь у меня какая-то некрасивость получилась, наляпалась. Но ничего страшного, сейчас я это всё обрежу. Ну вот если, например, я запачкала, а здесь у меня почему-то запачкалась. Я вот так вот это отрежу. Вот этот кусочек. И продолжу точно так же делать складочки, собирать. Главное не порвать. Бумага достаточно плотная, тянется хорошо, но тем не менее она может порваться. И если её намочить, то она, конечно, раскиснет. Поэтому, что я делаю, чтобы её укрепить и чтобы она не боялась потом влаги. После того, как я эту юбочку полностью соберу всё. Сейчас я придавлю, чтобы она уже не выпрямлялась у меня больше. То, что здесь у меня разъединено, это всё спрячется потом и не будет видно. После того, как я её соберу всё полностью, когда меня объём уже будет устраивать, я закреплю её вот таким вот лаком-спреем финишным, матовым. Девочки, кто живёт в Америке, как и я, тоже продаётся в Хаби Лаби или Майклс. Вот такой вот лак. И я его хорошо сболтаю и выйду на улицу и полностью эту юбочку всю с двух сторон несколько раз её обработаю этим лаком-спреем. И тогда она будет уже иметь водоотталкивающий эффект и будет достаточно такой уже плотной. и с ней уже будет легче работать. На данном этапе я пока просто смотрю, какой мне нужен обхват. Вот так вот и смотрю длину. Мне нужно, чтобы вот где-то вот здесь она была. Ещё я очень хорошо прижимаю для того, чтобы потом, когда мы её приклеим, чтобы она не топорчилась и не создавала на животике лишний объём. Я не знаю, в один раз делать или в два раза. Ну, в общем, я сейчас всё это соберу. Я думаю, процесс вам понятен, чтобы... Вот примерно вот так вот. Ещё здесь, когда прижмётся эта юбочка, сверху платьице, вот так вот, мне кажется, здесь будет объёма вполне достаточно. Поэтому я, наверное, даже в один раз сделаю. Вот. Соберём на ниточку. Я соберу на ниточку это всё. Потом вот эту ниточку нужно будет немножечко подтянуть. Так, чтобы потом можно было её завязать и приклеить. И приклеить потом. Вот. И обработаю лаком. И потом вернусь к нам и продолжим, чтобы уже закрепить на талии юбочку. Вот, девочки, я её обработала лаком юбочку. И она теперь сохнет. Пока она сохнет, мишка у меня, заготовка высохла. И теперь я хочу сразу затонировать ножки и расписать туфельки, чтобы потом случайно не запачкать наш подъёмничек. Я беру зелёный и немножечко белого добавлю сюда. И теперь размешаю и посмотрю, какой получится цвет. Я не хочу, чтобы они были слишком тёмные, поэтому такой вот цвет меня вполне устроит. И теперь я закрашиваю, подошву я не трогаю, а закрашиваю только саму туфельку. Можно потом подошву ещё сделать. Если цвет будет немножечко посветлее или потемнее, то уже впоследствии я посмотрю, как это будет выглядеть. И вот здесь вот теперь аккуратненько прохожусь. Зелёным цветом у нас уже на улице весна. И поэтому мои птички, которые на улице живут, дикие птички уже начали петь свои весенние песенки. Наверное, вам слышно, как они чирикают? Может и нет. Так. Вот таким вот цветом и здесь. Здесь главное ничего не запачкать. Если запачкаете, то придётся разводить снова такой цвет. или просто сразу, если запачкали, убрать чистой кисточкой, смоченной водичкой сразу краску, пока она свежая не высохла. Её можно сразу убрать. Здесь, конечно, работа у меня мелкая. На вытянутую руку мне плохо видно. Можно сделать туфельки красные. Можно любого другого цвета сделать у меня. Я следую своему эскизу на картиночке. Но иногда я по ходу работы, кто со мной давно знает, что я могу что-то изменить. Но здесь пока меня всё устраивает. Туфельки делаю основным цветом зелёным. Это тоже пока тонировка. Конечно, я потом буду где-то затемнять, где-то засветлять. Как подошву тоже, так и саму основную туфельку. Но пока наношу основной цвет. Кому сложно будет делать какие-то светотени и затемнения, то можно оставить просто выкрасив тот цвет, который вам покажется более интересным на вашей работе. Или можно просто тоже повторять цвета за мной. Ноты. Аккуратненько. Аккуратненько. Закрашиваем всю туфельку. Закрашиваем всю туфельку. Краска у меня очень хорошая, укрывистая. С одного раза закрывает. Видите, один раз я прошлась и она уже у меня покрыла полностью весь коричневый тёмный цвет. Хотя вот одной и той же марки у меня краска может какие-то цвета. Вот, например, красный этой же марки он почему-то менее укрывистый. Там нужно несколько слоёв положить, чтобы полностью перекрыть какой-то цвет. И вот так вот. Там, конечно, я уже внутри, когда буду всё делать через свою лупу, чтобы всё сделать, прокрасить аккуратно. Потому что сейчас мне кажется, что я всё прокрасила, когда я потом рассматриваю через лупу, я вижу, что есть где-то погрешности, непрокрасы, неровности. И я, конечно, всё это потом корректирую. И здесь также. Вот эти манипуляции лучше сделать сразу до того, как приклеить юбочку. Просто прям всё хорошенько, все ножки полностью расписать, туфельки, чтобы потом эту юбочку не мять лишний раз. Не нажимать на неё, чтобы она уже была воздушная и красивая осталась. Так. Ну, пока вот так вот туфельки. Конечно, эта краска, это ещё не всё. И нужно будет ещё здесь... Я хочу потом пройтись вот таким неразбавленным зелёным цветом в каких-то местах. Допустим, вот здесь это по краешку. Я просто беру чисто зелёный цвет и вот здесь по краю... Вот эти вот места, которые я не прокрасила, я зелёным таким... Который потемнее, я им прохожусь и потом я кисточку немножечко убрала лишнюю краску и теперь вот этим зелёным немножечко вниз растушёвываю. Такой придаст более интересный вид. И выделит какие-то... Ещё больше выделит объём и... Сделает нашу работу более интересной, чем просто покрасить. И вот эти вот места, где затемнённые места, да, вот это место соединения вот этой вот... Застёжки. Здесь она у меня полусухая такая кисточка. Сейчас я покажу вам на одной туфельке и вы поймёте разницу. Это для тех, кто со мной впервые. Меня часто спрашивали, а зачем делать светотени, а зачем это выделять? Ну, так игрушка выглядит намного интересней, объёмней. Вот здесь, где будет у нас кнопочка тоже можно выделить. Так, и слегка вот так вот растушевываю. Можно делать это пастелью или можно делать это также акварельными красочками. И вот в этих местах, где углубление, вот здесь это затемнение, здесь тоже вот так же пройти зелёной, зелёной, тёмной красочкой. Вот там вот и темно немножко. Можно делать наоборот. Сначала тёмной краской весь туфелик покрасить, а потом просто высветлять. У нас мы можем делать от тёмного к светлому или от светлого к тёмному. Так, и вот теперь... А ещё здесь впереди... Вот здесь впереди побольше ещё хочу. Немного взяла по зеленее сделать. И немножко растушиваем. Так, и вот теперь... Это то, что у нас получилось. Вот здесь вот немножко. И теперь ещё раз. Сейчас споласкиваю кисточку. Беру снова светлый. И ещё раз уже такой более жидкой. Так, лишнее снимаю с кисточки постоянно краску. И вот здесь слегка растушевываю, чтобы не было таких явных полос, что это нарисовано. Просто вот так вот прям захожу на эту красочку и... Она более жидкая у меня уже. Я потому что кисточкой мокрой делаю не сухой. И немножечко вот так ещё растушевываю. И получается вот такая вот туфелька. Видите, разница? Сейчас я вам покажу поближе. Свет поставлю ещё ближе, чтобы вам было видно. Вот просто выкрашенная и уже затонированная. Вот, и теперь нужно то же самое сделать с ножками. Их тоже нужно затонировать и высветлить немножко. какие-то участки, чтобы не было слишком тёмным. Слишком тёмный цвет, чтобы не был. И у меня вот такой вот цвет. Он называется кофе латте. Вот такой кофейный светлый цвет. Вот этим цветом. И вот такой вот кремовый бежевый. Я беру два цвета и между собой сейчас перемешаю. И у меня получился вот такой вот светлый цвет. цвет такой приятный, кремовый. И теперь этим цветом, чтобы не испачкать, я начинаю высветлять. Немножечко смочила. А там, где останутся вот эти вот тёмные места, они и будут у нас как углубление, как тень уже. Это вот здесь мы шли от светлого к тёмному, а здесь от тёмного к светлому. И вот эти вот места, где... Видите, я делаю полусухой кисточкой, техникой полусухой кисти. И места, где есть непрокрасы, там остаётся вот такой вот тёмно-коричневый цвет, который и будет имитировать нашу игрушку, которая сшита из какой-то ворсистой ткани или просто из ткани. Я её не мочу кисточку, она у меня полусухая. Всё, что остаётся, вот эту складку я делаю, видите, как не по складочке делаю, а именно вот поперёк, чтобы выделить весь рельеф. Всего мишку нам раскрашивать так не надо, только ножки, потому что ножки у нас будут видны из-под юбки. А с этим подъёмником нам уже будет невозможно, простите, невозможно подлезть. Поэтому я это делаю сейчас. Так, и вторую ножку точно так же. Ну и это ещё не всё. Сейчас я затонирую ножки. С светлым цветом. И уже потом я их ещё раз прокрашу. Чтобы выровнять вот эти все полоски, вот этот цвет весь, чтобы он выровнялся. Теперь нужно будет ещё раз прокрасить. Здесь хорошенечко растушевываю, чтобы не было полосок таких явных. Здесь всё достаточно просто с росписью. Ножек, туфелек, а вот уже мордочку и всё остальное немножечко будет посложнее. Так, здесь будет юбочка и дальше пошли затемнения. К тому же поэтому там будет не видно. Ну вот до этих пор я пока сделала. Сейчас ещё немножечко вот здесь это высветлю. Так. Так. Только запачкана. Ничего. Так. И теперь вот в этот цвет основной я хочу добавить... Так. Какой у нас. Немножечко горчичного. Чуть-чуть прям. И немножко красного. Совсем капельку. И хорошенечко я добавляю водички и уже делаю краску более такой жидкой. Так. Я хочу добавить ещё капельку коричневого. прямо к самой малости. Так. Уперед темно-коричневый. Много взяла. Так. Сейчас посмотрим какой цвет у меня получился. Тот, который я хочу или нет. Тот, который я хочу или нет. темноватый. 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 Поэтому сейчас я хочу ещё чуть-чуть желтинки добавить. горчичного такого цвета. Вот так вот я сижу и вмешиваю цвета до тех пор, пока я не добьюсь того цвета, который мне нужен. Вот. По ощущениям. Я вот. Меня часто спрашивают, а как вы находите цвет, который нужен. Вот. По моим ощущениям я смотрю, какой цвет мне нужен. И потом я смотрю устраивает ли он меня. Вот. Если он меня не устраивает, я снова мешаю. Могу вообще смыть палитру эту и снова начать мешать. То есть для меня это такой процесс. Мне нужно. Вот сейчас красного немножко добавлю. Мне нужно именно тот цвет, который в моём представлении должен быть. И поэтому я могу сидеть долго. Иногда сразу получается. с первого раза иногда вижу, что вот что-то не то. Вот что-то хочется чего-то, а чего пока не понимаю. Ну, понимаю, но не добиваюсь. И поэтому я смотрю. Вот красный очень плохо вмешивается в моём случае. Прям он остаётся такими какими-то крупинками. А я не хочу, чтобы такой цвет у меня был. Потому что потом он будет красными пятнами. Мне это совсем не нужно. Вот. Сейчас посмотрю, какой будет. Вот такой бежевый цвет мне нужен. И теперь я беру очень разведённую водой. Краска водой очень разведённая. И теперь полностью всё прокрашиваю уже окончательно. Для чего это дело? Дело в том, что при высыхании краска полупрозрачная. Там, где было темно, оно будет темнее. Вот у меня сейчас краска только начинает красное расходиться, растворяться. И посмотрите, какими крупицами она у меня. Очень опасный момент такой. Когда нужно обязательно её хорошенечко всё растворить. Иначе будут пятнышки. Вот. И теперь уже вот такой вот водичкой я прокрашиваю. И у меня остаётся там, где были тёмные, они остаётся. Но... Потому что краска с водой и она прозрачная. Но оно прокрашивается полностью. И таким образом там, где было темно, остаётся тёмным. Там, где было высветление, оно остаётся светлее. Но... Оно как бы, как вам объяснить, сглаживается всё. Нет вот такого, кусочками, да, вот там... Там кусочек, там кусочек. А вот не прокрашено. А оно именно вот все места прокрашивая, оно потом при высыхании выделяет, где нужно темнее, где нужно светлее. Для этого я и делаю такое окрашивание этапное, поэтапно. Вот там, конечно, я не увижу всё это. Нужно будет через лупу. Оно такой цвет прозрачный, когда с водой разбавлено. Он не прокрасит полностью всё плотно. И... Здесь тоже. Здесь этой краской я уже прокрашиваю всё полностью досконально. 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 Вот она из-за воды, из-за того, что там разбавлена вода, водой краска, она не будет такой укрывистой. И позволит нам выделить всё, что должно быть тёмным и светлым. Вот такой вот получается у меня цвет. И на этом этапе теперь всё нужно хорошенечко просушить. Так, и на следующем занятии уже мы будем с вами одевать юбочку. Нужно докрасить туфельку. И будем одевать уже на докрашенные туфельки и дальше будем уже продолжать работать постепенно. Сначала сделаем юбочку. Можно сразу раскрасить будет личико, мордочку и ручки тоже высветлить. Вот. И затем постепенно будем двигаться дальше. Вот. Ну, на сегодня всё. Надеюсь, что вам всё было понятно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Ольга. Канал Бугорт. Всем пока!